здравствуйте дорогие мои телезрители телеканал афонтова конечно же и мои подписчики на канале youtube голова садова сегодняшняя тема она такая болезненная она такая актуальная что честно сказать я даже не знаю как начать у меня в руках семена на несколько пачек семян капусты стоит горшочек наполненный почвой новые как бы до начинаете понимать зачем я все это взяла в руки и поставила на стол дело в том что у нас уже апрель месяц и нам 2 3 4 ну отчасти можно 5 еще можно 7 но это благовещение а дальше засада полная с лунным посевным календарем со знаками до созвездиями которые луна будет проходить поэтому я даже не знаю что вам предложить и учитывая даже не то что это как бы слишком рано это первая декада апреля это нормально это не рано но большое но 2 3 4 в красноярске днем 0 плюс 2 а ночью три дня подряд 10 11 12 минус учитывая что это в городе температура такая а за городом на 5 градусов еще ниже то я даже не знаю сумеем мы посеять там что-нибудь или нет расставить там что-нибудь к этому времени теплицы парники не важно как бы они не были укрыты все равно там мы земля промерзшая это очень тяжело сделать поэтому предлагаю вам другой вариант вариант через холодильник да вы правильно угадали у меня в руках пачки с семенами но все уже да вы знаете и ринда ваша любимая и слава замечательная или глория это те которые прямым посевом в грунт вот эти капусты можно повременить но такие совойская поздняя да ее не заменить ничем в диетическом и лечебном питании а уж какие щи а какие голубцы так это вообще значит смотрите значит это все можно до найдет и сеять надо ну вот моя любимица на засолку это очень позднее всегда капуста брюссельские их тоже надо сеять достаточно рано значит золотая ранняя можно повременить ну сколько ну ну четыре дня что ли пять не более ларсия конкистадор коронет все ваши зимовки престижи каменные головки которые они все позднее они наберут плотность вот этого кочана если их посеять как вы любите мои дорогие в мае месяце но уж нет не в мае значит так 2 3 4 максимум 5 ну или 7 работать не грех бог за это за это не накажет вот смотрите семечки да их надо посеять вот так ровненько тут их не видно будет конечно но я вот пальчиками вот как бы да смотрите здесь войдет 9 штук вы можете посеять для того чтобы понимать что гарантированно получится 9 штук ну 9 уже совойских капуст это же много я сею по 2 семечки в каждую луночку вот так по 2 ну попадется по 3 потом мы это не будем разрывать мы удалим более слабое растение и у нас все получится почему все таки такой посев скажите спасибо что не в марте потому что ваши мегатоны белорусские позднее московские позднее это март конец посев это уже даже не апрель так вот почему так рано да потому что это же капуста она же вы поймите что при высадке в мае месяца у нее должно быть ну в идеале 7 8 настоящих листьев 7 доли листьями не являются не надо их считать с таким упорством значит так все посеяли да я сейчас отправлю остатки семян сюда это может быть на следующий какой-то контейнер заделайте их вот так пальчиками земля должна быть пролитая очень хорошо можете посеять до сделать ямочки посеять на пролитой почве а потом сверху засыпать сантиметра два вот такой же почвы слегка влажный и придавить все выровнять вот так вот что нужно делать дальше вот это прям болезнь какая-то смотрите у меня есть пакет я вам показываю мне спрашивать я показываю я три года уже показываю на афонтово как это сделать правильно а вы все спрашиваете ставим в пакет завязываем а вот теперь вот этот горшок в пакете отправиться в холодильник и вы каждый день будете заглядывать туда развязывать пакет и смотреть она взойдет при температуре 6-10 градусов не надо ничего ставить на окно вы просмотрите моменту у вас эта петля будет вот такой высоты нет пусть зайдет в холодильнике если она развернет петлю вечером не вытаскивайте а вот рано утром выньте пакет из холодильника развяжите его милые и уже эти петельки которые разворачиваются выставьте на прохладный балкон желательно не на открытый голый конечно если он у вас открытый голый а на улице плюс 6 плюс 4 закройте сверху укрывным не дайте возможности вытянуться капусте пикировать ее не надо запомните не надо и в этих горшках и каждый день до вы будете вечером когда солнышко село в холодильник все как в природе утром но в пакете в холодильнике в пакете потому что испарение очень сильное а нам это не надо вот утром развернули и поехали на прохладный балкон лоджию что угодно в худшем случае это подоконник который будет картоном отделен от комнаты или шторы плотной с открытой форточкой иначе вы ничего хорошего не увидите почему здесь почвы так мало потому что когда растенец а поднимутся мы подсыпем их длинные ножки до семи долей подсыпем и там тоже будет корневая система вот и весь секрет вы можете сеять так любую капусту можете в марте сеять до луки можете сеять только всегда холодильник прохладный балкон и туда-сюда а вы как хотели если такая весна продолжится и в мае мы даже не сможем этого сделать в теплице или в парнике тогда вы что будете делать ничего значит без капусты останетесь не ленитесь пожалуйста я вас очень прошу я вас очень люблю очень хочу вам помочь всего доброго вам и до свидания